Оппенгаген, февраль, а Копенский? Катаемся на замерзшем озере. Редкость. Все, устал. Поехали на сноуборд. Ну что, вы думаете, это мой сноуборд? Нет, я его отжал просто для этого видео. В Дании на эти выходных была зима с настоящими гуляниями по льду. В этом выпуске мы вышли на улицу и посетим с вами в этот раз мусоросжигательный завод, на крыше которого сделали горнолыжный спуск. Коппинг-Хилл. Артемида, привет! Давай посмотрим сперва, а потом еще поговорим про Королевский двор. Давай. Поехали. Мы приехали сегодня на Бексфорд озеро. Смотрите, сколько много народу. Зима в Копенгагене. Посмотрите, насколько прикольно. Это не ежегодное явление. Лед 15 сантиметров. Сантиметров 8. Ребята тут сдают сейчас коньки. С 10 до 3 можете приехать в Бексфорд прямо на озеро и снять. Правда, там огромная очередь. Получилось получить конечки. Будем пробовать. Поехали. Самоуправление Бексфорда решило, что озеро достаточно заморожено и людям можно выходить на него. Зима в Копенгагене стабильно каждый второй год. Делаем вывод. Следующий лед вы увидите через два года. Все, устал. Поехали на сноуборд. Что, мы находимся сейчас на Копенхилле. Ребята, сейчас я пробегу мимо вас, и вы посмотрите, как наверху. Можете видеть трубы. Тут стоят огромные фильтры, самые дорогие фильтры в мире. Здесь нулевой выброс. Это мусоросжигательный завод, который дает электричество городу. И на нем расположен склон, на котором можно кататься на лыжах, сноуборде. Давайте посмотрим, что наверху. Я царь горы, я это сделал. Сноуборд, лыжи. Какой ваш выбор? Можно просто на заднице. Давайте посмотрим. Короной здесь даже и не пахнет. Подъемники, конечно, желают лучшего. Но что вы хотите? Здесь нету зимы, нету снега. Это круглый год аттракцион для любого желающего. Давайте попробуем спросить еще у кого-нибудь. Привет! Привет! Можно я спросить вам? Как вы любите пластик? Я просто пробовал первый раз. Это первый раз? Что вы думаете? Это ужасно. Ты упал? Ты пытался упал? Я не упал. Я пытался упал. Я живу очень безопасно. Поехали безопасно. Но мой парень сказал мне, что он будет улучшить. После 1 часа он будет как нормальный. Хорошо. Так что вы будете устанавливать? Спасибо. Не знаю, что еще сказать. Но люди не очень довольны этим склоном. Потому что пластик, он как лед. Ты когда падаешь, ты отбиваешь себе задницу. А в голове-то здесь снега нету. Пластик должно быть попроще. А нет. Нашли сноубордиста. Попробуем. Ну что, вы думаете, это мой сноуборд? Нет. Я его отжал просто для этого видео. Показать вам, что это мой сноуборд. Это реально. Смотрите. Поближе поднеси. Вот зеленые частички пластмассы. И борт протирается в этих местах. В этих местах, где пятка делает упор. Вы можете очень сильно травмировать свой инвентарь. Так что, если вы берете с собой, проверяйте, чтобы он был достаточно устойчив к повреждениям. Ну что, давай поболтаем насчет королевского двора. Давай. Что было интересного на этих выходных? На этих выходных у нас большое горе. Уехали наши самые активные участники, которые заряжали весь королевский двор энергией. И мы устроили большую вечеринку-сюрприз. Ты на ней был, ты должен помнить. Конечно. Но не факт. Пару кадров можно вставить. Если они согласятся. Женя с Наташей, возвращайтесь. Они уехали в Стокгольм. Не так далеко. Будем держать связь. Да. Из королевского двора они не вышли. Потом мы много гуляли. На этой неделе в Копенгагене была любая погода. Был минус десять. Солнечно. Потом шел снег. Все замерзло. Потом шел дождь. Потом был туман. Но мы успели поймать эти пару часов заснеженного Копенгагена. Все успели покататься. А мы ездили даже на коньках кататься. И встретились там всем чатом. Я помню, мы встретились на Королевских озерах. Да. И там было огромное количество людей. Вот тоже пару кадров. А у тебя хорошая память. Да. Но кроме этого ребята встречались почти каждый день. И даже под дождем. И под снегом. Да-да. Прогулочки продолжаются. Независимо даже от погоды. А еще на этой неделе появилась вот эта программа. Она появилась уже давно. Но вот прям хайп поднялся такой. Ну вы знаете, что это за программа. Что это за программа? У тебя есть инвайт? У меня нет инвайтов. У меня даже больше нет инвайтов. Пишите, у кого есть инвайты? Ну нам не нужны инвайты, потому что мы используем Telegram для того же самого. Да, на самом деле мы поняли, что в Telegram есть похожий функционал. И мы даже опробовали его. Несколько раз. Будем поддерживать эту активность. Тебе понравилось? На самом деле понравилось. Это какой-то флут. Но очень весело. Супер. Ну что, ребята, до встречи в следующий четверг. Давай пятешку. Пока. Пока. Клево. А почему у меня не записывалось ничего? А там записывалось? Там записывалось. А звук у тебя здесь? А звук у меня и там, и здесь. Придется мне вытянуть его. Ничего страшного. А зачем тебе здесь записывается? Вот этот микрофончик. Обидно. Да. Ну да, давай бери. Давай сюда. Пока. Пока. Давай бери на экран.